всех приветствия на канале сегодня хотел бы с вами поговорить о моем питании моем отношении на сегодняшний питание как это все понимаю вижу и почему это все происходит когда у меня мама умирала как бы да и я попал в такую жилу как вода что начали в россии как бы до рассказывать о сыроедении вегетарианстве меня как-то это зацепило на этой волне я очень быстро перешел на питание сыроедение буквально за две недели но естественно я про это очень много рассказывал ранее мои видео те люди которые недавно пришли подписались на мой канал очень много я занимался серьезным питанием эксперименты делал вот рассказывал там как зубы я испортил потом как они восстанавливались на этом питании тогда еще не знал что не у всех людей могут зубы восстанавливаться есть специальное упражнение для этого можно помощи сущности попросить как это все быстрее установить вот дошел до фрукторианство реально ощущал а что чего-то мне не хватает на фрукторианстве хотя исключительно качественные фрукты ел органические натуральные за границей когда жил вот ну довольно таки схудал много занимался я спортзале на тот момент там иногда по два по три часа в день у меня уходил то есть перетренированность там стопроцентная была вот хотя и много спал отдыхал вот задача была до максимально классно выглядеть максимально стать сильным как бы так далее то есть потом начал заниматься духовным развитием и через какое-то время но естественно познакомился с будущей женой потому что семья это много привносит изменения в твою жизнь меняет твое отношение ко всему естественно встретить второго фрукторианство фрукторианцы это нереально когда и человек общался питался но и общался на обычной темы как бы и в последующем конечно я приняла решение по россии переехали перейти на вегетарианство да даже не веганство вегетарианство поэтому я сильно растолстел как бы до природы я всегда был полненький сколько я себя помню тому 12 лет и так далее покушать всегда хотелось вот потом когда мы начали заниматься контактированием с высшим разумом то получил ответы на все эти вопросы также в лекциях рассказывал и на сегодняшний день пока что нахожусь на вегетарианстве поэтому растолстел как бы конечно когда и картошка в рационе питания то периодически появляется естественно и рис то конечно быстро набираешь массу особенно когда много работаешь мало двигаешься и спортзал не удавалось ходить и сейчас не всегда получается когда идешь как бы да то есть понимаю что либо я сыном хочу время провести больше как бы до либо я иду спортзал то есть мне выбирать сюда приходится мне сюда не очень приятно потому что хочется и сына увидеть побольше и пообещаться когда ты понимаешь что сейчас не пойдешь просто буш выглядеть колобком как бы на то есть организм требует движения то есть когда работа физическая да то есть еще можешь поддерживать себя когда у тебя работа умственно ты все время сидишь как Чем больше ты сидишь, тем больше ты пользу обществу принесешь. Здесь всегда в моей жизни одни компромиссы постоянные. Естественно, когда люди пишут, что роман, вот вы растолстели, у вас второй подбородок появился. Второй подбородок у меня был всегда. Потому что у меня короткая челюсть, и он у меня всегда будет присутствовать. Конечно, мне надо исхудать очень сильно, тогда уже ничего там не видно будет. С моим строением лица, да, нижней зоны лица, естественно, будет быстро подбородок появляться. Есть люди сухие лица, как бы, да, то есть они сами полные, а лица нормально выглядят. А есть наоборот. То есть сам человек вроде такой, ну, не полный особо, но лицо у него в первую очередь полнеет. Вот. И естественно, у каждого своя конфигурация лица, строение тела. И плюс еще кто-то вот пишет роман, потолстеет, ну, никак не могу. Там, дайте руну, там, повышение массы тела, там. Конечно, людей, которые хотят похудеть, всегда больше, но есть люди, которые просто не могут поправиться. Ну, просто не могут и все. То есть, бесполезно. Бесполезно. Поэтому каждый смотрит со своей высоты развития всегда. То есть, если человеку кажется, что он легко поддерживает всю массу тела, как бы, да, то он думает, там, вот роман, там, распустил себя, там, то есть уважения к нам никакого нету, там, и так далее. Люди не понимают, как я живу, чем я занимаюсь, какие приоритеты у меня в жизни на данный момент. Могу выглядеть хорошо, заниматься только собой, как бы, с утра до вечера, ну, и видео будут раз в неделю уходить, как бы, да, там, ну, и многим помогать не смогу. То есть, то время у меня будет на себя уходить, там, на своего сына, на себя, как бы, допустим, ну, чтобы вы понимали. Когда ты хочешь что-то хорошее сделать, естественно, ты себя запускаешь, как бы, ты жертвуешь чем-то. То есть, это нормально. У нас сутка, 24 часа, мне их уже давно не хватает. Даже 48 часов мне уже не хватает. Что бы я хотел сделать? Планы всегда грандиозные, как у любого человека, хочется и это, и это, и это, там, и так далее. Поэтому не хватает. Естественно, ты полнить начинаешь. И сегодня, поскольку я перешел очень быстро на сыроедение, это было неправильно. И потом мы только узнали, что на сыроедение надо очень медленно переходить. И многим людям и по 5, и по 6 лет, в сущности, рекомендуют переходить. Кому-то год, кому-то 3 года, кому-то 2 года. Опять же, все индивидуально. Ни один сыроед об этом не говорит. А если говорит, он берет уже мою информацию, как бы, кто поумней, и говорит людям, что нужно индивидуально все делать. Поэтому проблемы возникают при переходе на сыроедение, не хватает чего-то. Во-первых, человек не является диетологом, ему надо время изучить, где какие витамины находятся, минералы, в каких фруктах, ягодах, овощах и так далее. Что где находится, в орехах, семечах, он не может за месяц, за два это все выучить. А пока он переходит на средний день, он может себе заглубить здоровье. То есть, во-первых, надо изучить теорию, где что находится. Во-вторых, надо послушать умных людей, что говорят умные люди. Возможно, даже обратиться к сущностям по поводу... Это все наше здоровье. Я бы не рекомендовал, не рекомендовал бы делать на себе такие жесткие эксперименты, как я делал. Но я-то жил в идеальных условиях, и мне терять нечего было. Я после смерти матери принял решение, что я буду на себе любые эксперименты делать на тот момент. Ну и много чего делал экспериментов. Про них я много рассказывал в своих видео, как бы, да, то есть, вы можете там ранние лекции посмотреть. Вот, сегодня я понимаю, что я бы сегодня не хотел на себе больше таких экспериментов делать. Но могу сразу сказать, что на средний день я себя чувствовал в миллион раз лучше. И выглядел лучше, как бы, да, сейчас просто нет возможности. Вот, потому что, когда было много времени, да, много времени себе уделял, там, знаешь, куда поехать, фрукты там качественные купить. И так далее. Сегодня меньше возможности есть. Иногда приходится в ресторанах где-то по дороге поесть, там, да, там какие-то салатики овощные. Вот. Кашки какие-то, супчики овощные. То есть, не всегда получается возможность есть. Я понимаю, что вот я бы это не хотел бы есть, но нет возможности. То есть, понимаешь, что это временные компромиссы какие-то. И я об этом уже говорил. И сейчас я понимаю, что вот, в сущности, мне дали еще два года. Переход на средний день правильный. И сейчас уже я начинаю более-менее правильно переходить. Вот, организм привыкает, все адаптируется. Опять же, вот могу сегодня уже сказать точно, твердо, что фанатизм от этого сыроедения, как у многих, он плохо заканчивается. Люди сидят на этом сыроедении, там, да, там, зубная паста, там, ищут мыло какое-то, шампуни там натуральные где-то что-то ищут. Вот, выискивают там что-то там. То есть, люди фанаты просто. Я понимаю, но смысл не в поддержании какого-то идеального тонуса мышц, я не знаю, там, и не идеально, чтобы выглядеть человеку. А смысл в духовном развитии, они немножко путают ситуацию, как бы, да, и в главу угла это выводит. И причем, когда начинает кто-то про меня рассказывать, а периодически сыроеды рассказывают, вот, Роман уже давно не сыроед, как бы, да, там. Но я-то осознанно свой выбор сделал, и все свои ошибки я, ну, акцентирую на этом внимание, и с вами делюсь, чтобы вы таких ошибок не делали. И практически из ченнелингов, вот, информацию даю. А те люди просто, они рассказывают, что вот мы все сыроеды, там, до сих пор мы, там, кто-то 5 лет, кто-то 6, кто-то 8 лет, там, да, там, бьют себе в грудь. Но духовно они не развиваются, эти люди, поэтому смысла даже про них говорить нет. И примером они для меня вообще никаким не являются. Люди, которые занимаются медитациями, йогой, там, да, можно быть мясоедом, грубо говоря, да, но заниматься йогой, духовным развитием. Таким людям я больше приоритет отдам, чем просто сыроеду, который, там, бегает по пляжу, там, в Таиланде, где-то, там, да, бьет себя в грудь, чем, там, сыроведцем с многолетним стажем. Вот, я таким людям приоритет не отдаю. То есть, эти люди просто загорают на солнышке. Вот, живут для себя. И общество пользы практически никакой не приносит. А когда они начинают про сыроведение рассказывать, они просто людям гробят здоровье. Потому что не понимают до конца, что не все должны быть сыроедами, не могут быть все сыроедными. И, таким образом, больше вреда приносят, чем пользы. Ну, да, привлекают к вегетарианству в средине людей. Но сегодня очень много существует и среди традиционных врачей, диетологов предвзяты ситуации. Потому что они тоже видят, к ним же потом после вас приходят люди, кто это советует. И у людей, когда большие проблемы с волосами, с кожей, с внутренними органами, да, с зубами. Они приходят и вот эти все традиционные врачи видят это все. И начинают говорить, что сыроведение, ну что, это плохо. Как бы реально начинают с ним бороться. И причем реально верят, что это плохо. А если бы вы правильно переходили у нормального специалиста, который понимает это все. Как надо переходить? Что надо есть? Сколько лет переходить? И таких проблем бы не было. И у таких специалистов, традиционников было очень мало бы, которые бы рассказывали сказки про то, что это все вредно. Они бы рассказывали, потому что международное правительство все равно бы это не приняло бы. Вот. И просто этих людей меньше гораздо было бы. А так мы сами со своими неправильными знаниями создаем вот эти вот дискуссии. И портим людям здоровье, жизнь таким образом. Когда люди потом обратно возвращаются, они сразу гораздо себя лучше начинают чувствовать. Начинают и молочку есть, и рыбу, и яйца. Гораздо лучше себя чувствуют. Может быть многие мясо и не едят уже больше после этого. Вот. Но все равно возвращаются к многим животным продуктам. И организм быстро восстанавливается, потому что им не хватало каких-то элементов. Потому что человек быстро перешел чистки, все вот эти дела и так далее. Об этом я тоже уже много раз рассказывал. И многие люди, они до сих пор не до конца это все понимают. В том числе те специалисты, которые каждый день семинары, вебинары читают. Серьезные люди, кто-то доктор даже и так далее. Не хочу пофамильно никого называть. Но эти люди могут очень много вреда нанести другим людям. Ну просто пиарятся, просто вот они уже дошли до такого, скажем, развития, что им уже некуда с подводной лодки деваться. У них уже заработок идет, и они свою линию все равно гнут дальше. Когда начинают рассказывать про голодание. Всем надо голодать очень много и усиленно. Чистки обязательно нужны. Чистки нужны только тем людям, которые на всей едине находятся. Если человек перешел на веганство, на вегетарианство или на сороедение, организм уже сам очищается достаточно хорошо. Специальных чисток делать никаких не надо. Причем здесь чистки очень экстремальные. Я их не рекомендую, хотя поначалу тоже я там рассказывал про разные чистки. Но я просто о них рассказывал, что они существуют. На сегодняшний день уже ясное представление сложилось, что многим голодание во вред идет. Чистки во вред идут. Быстрый переход на сороедение во вред идет. На фруктоянство еще сильнее вред идет. Фруктоянцев я вообще по пальцам могу пересчитать, которым сущность рекомендует на фруктах находиться. Этих людей очень мало. В стране опасно, когда человек в России живет в северном климате, например, или в каких-то северных странах, где фрукты все завозные. Естественно, они очень плохого качества. И дорого стоят. Поэтому это сверх экстремально, конечно. То есть, я бы лучше всегда добавлял в свой рацион питания немножко там, допустим, яиц, чуть-чуть рыбы качественные. Если вы там в Норвегии где-то живете, в Швеции, в Мурманске. Рыба с северных морей. Не знаю, может быть даже сырые, полусырые какие-то проверенные. Либо обработанные термически в духовке. То есть, когда люди что-то фанатеют резко, вот как я фанател много лет, и потом сошел с этого питания, я понимаю, что это неправильно. Лучше примерно в одном цикле жить. Да, иногда что-то где-то подъесть можно. Съел яичко одно раз в месяц. Один раз рыбку съел. Да, для многих людей может быть это неприемлемо. Зато вы здоровее будете, и ваша ментальность, ваша душа, ваш мозг будет себя чуть-чуть по-другому ощущать. А доказывать кому-то чего-то, не знаю, если человек на этом деньги собирается делать, это одно. Я сыроед, смотрите, я на елку залезаю без рук, только ногами, потому что я сыроед, или я 300 килограмм в зале поднимаю, или вот я накачал мышцы, смотрите, давайте все сюда. Если человек этим зарабатывает, это одно. Он эксперимент на себя ставит, но не надо другим людям это рассказывать и внедрять, потому что много проблем у людей может быть. Вот, и сегодня, конечно, я прекрасно понимаю, что в жизни должно быть все гормональное, и питание, и духовное развитие, и семья, и работа, как бы, да, то есть нужно найти некий компромисс между всеми вот этими вещами, чтобы вам комфортно было в этих условиях, потому что можно находиться на сыроедении, как бы, да, тебя не поддерживают родственники в семье, можно и семью потерять, и зачастую очень сложно, когда жить в сегодняшних реалиях, когда, ну, скажем так, сыроедение приносит больше вреда, и нервный стресс из-за этого, и психологические срывы, то есть нужно вообще понимать это все. Для этого наш канал существует, для этого я это все рассказываю, показываю, как мы живем, вот, многие видео я специально не удаляю, хотя, даже эти вот видео, может быть, против меня играют, сейчас, потому что многие люди приходят, вот он там чушь какую-то спорол, там, значит, там автор плохой, там, вот, многие люди, они даже не понимают, кто мы такие, и чем мы занимаемся, что мы прошли, как бы, чтобы такую информацию дать. Постоянно клиенты, некоторые тоже до конца не понимают, что мы делаем, чем занимаемся, почему мы, и иногда ответы разные бывают, вот, стесняются писать в личку, пишите в личные сообщения, ничего страшного нет, все объясню, покажу, там, почему это не работает, то дольше заработал, все это объяснимо и доказуемо, вот, потому что обычному человеку сразу за 5 минут понять, всю эту информацию, это просто нереально, то есть нужно, чтобы какое-то время прошло, чтобы вы почувствовали нас, поняли эту информацию, впитали ее в себя, как бы, да, и нашли некое свое состояние, может, кто-то с чем-то не соглашается, это нормально, я тоже, когда начинал развиваться, тоже много с кем, с чем не соглашался, вот, со временем я понял, что не все так однозначно, вот, есть моменты, которые мы вообще никогда не узнаем, ни Настя, ни я, просто наш мозг, мы не в состоянии это понять, просто мы это не можем понять, многие люди до сих пор, как бы, да, задают обычный вопрос, но они всегда будут, потому что люди развиваются, потом какой-то момент прекращают духовно развиваться, кто-то даже на обычное питание переходит, когда мы откатываемся в своем питании обратно, у нас в голове происходит сравнение той жизни и этой жизни, что бы вы хотели из той жизни взять, что бы вы сегодняшней жизни хотели взять, потому что на один момент человека не было семьи, потом появилась семья, ребенок, два ребенка, три ребенка, естественно, в такой ситуации вы духовно развиваться полноценно не сможете, то есть, изначально, все вот эти лекции, которые мы проводим, дают человеку выбор, то есть, если человек, который вот сейчас, например, свободен, да, есть уникальная возможность быстро духовно развиваться, никто не мешает, потом появляются дети, замедляется развитие духовное, потому что надо с детьми за ними, хорошо, когда есть мама, папа, там, дедушка, бабушка, по разной стороне, всегда можно кому-то отдать детей, это классно, это здорово, тебе поддержат, когда их нету, ну, естественно, нагрузка колоссальная будет, тем более, когда хочется самому всем заниматься, и, таким образом осложняется жизнь, естественно, питаться сложнее становится, и так далее, когда дети появляются, жена уже не должна питаться чисто на сыроедении, это противопоказано, сразу говорю, как бы, вот многие люди неправильно делают, мало я людей видел, которые могут питаться с рождения, как бы на сыроедении, дети, это очень развитые души, их просто очень мало, поэтому питание для детей, это отдельная тема, как бы, так же мы все это на консультациях рассматриваем, как питаться ребенку, в каком возрасте переходить, и так далее, что можно есть, что нельзя есть, вот, поэтому, во время кормления, тоже нельзя есть, быть чисто сыроедом, нужно иногда животную пищу добавлять, то есть, колоссальное развитие идет, и можете не рассчитать просто, чего-то будет не хватать, потом ребенок может просто больным родиться, сколько детей сыроедов существует, и клиентов у меня было, и в интернете много, что и зубы портили, здоровье портили ребенка, а он растет в это время, это вот бесценно, то есть, чтобы он впитал молоко, качественное от матери, как бы, развивался правильно, питался правильно, но это целая отдельная тема, поэтому, так как я сейчас выгляжу, как бы, это осознанный мой выбор, вот, конечно, мне тоже хочется выглядеть хорошо, и в зал ходить, может быть, даже хотя бы через день, но не всегда получается, и, естественно, когда ты выглядишь хорошо, и люди тебя воспринимают более лучше, ну, то есть, это обычное, нормальное явление, но каждый в жизни, в какой-то период, когда приходится чего-то выбирать, да, то есть, у людей загруженные периоды в жизни бывают, как у меня сейчас, и всегда надо что-то выбирать, человек это выбирает, и он знает, и клиенты, и подписчики знают, почему ты так выглядишь, почему ты именно так питаешься, то есть, осознанный подход, осознанный выбор, и вас тоже, навожу на этом, на мысли, да, что вы тоже подходили ко всему осознанно, то есть, если что-то непонятно, пишите, объясню, почему так именно, обязательно это делать, не обязательно это делать, и так далее, то есть, иногда в жизни, может даже, есть смысл положить и духовное развитие, на год, на два, а потом продолжить это делать, но если есть возможность, лучше не откладывать это, потому что потом тяжело, и питаться качественно, сразу надо, и в семье наладить свои отношения, и духовно развиваться, то есть, нужно научиться это все делать. Пишите комментарии, обязательно призываю, потому что ваши комментарии, очень полезны каналу, как полезны людям, которые приходят, духовно развиваются, вот вашими комментариями, вы способствует тому, что больше знаний у людей появляется, и общество меняется, чем больше вы это будете делать, тем вы свой вклад, лучше привнесете на эту планету, то есть, многие это до сих пор не понимают, стесняются, не хотят, ленятся там, да, но я буду повторять вот эти вещи, как бы, да, потому что кроме нас, никто это не сделает, вот, подписывайтесь на наш канал, давайте темы для лекций, для ченнелингов, вот, обязательно, какие-то вопросы снимем, может быть и все даже, если будут удачны, удачи вам, побольше энергии, увидимся в новых видео, все доброе, до свидания.